В целом я хотел вам рассказать в первую очередь о модели образовательной, с которой я познакомился, когда приехал учиться в Стэнфордский университет на докторскую программу PhD, и о том, какую роль эта модель потом сыграла в моей жизни, и как это вообще связано с летними школами. У меня достаточно необычный опыт в образовании, в том смысле, что я закончил школу в России на русском, университет в Германии на немецком, так уж получилось, что я наполовину немец, и аспирантуру в Калифорнии на английском. Поэтому у меня есть три очень контрастных культуры, подхода к образованию, и есть с чем сравнить. И поэтому я надеюсь, что мой опыт будет для вас интересный и полезный тоже. Эта модель образования в форме буквы Т – это то, что я увидел в Стэнфорде, когда туда приехал. Меня очень удивило, как они вообще строят расписание студентов на 4 года. Когда студент поступает туда, они это называют как раз образование в форме буквы Т. Имеется в виду, что сначала студенты получают широкое общее образование, это горизонтальная линия, и потом уже углубляется в свою специализацию, это то, что уже в ТК. И на практике это работает так, что все студенты, которые приходят в Стэнфорд, каждый год – это 1700 человек, первые два года они не разделяются на факультеты. Для меня это было таким шоком, что они просто поступают в Стэнфорд. И они учатся в одном потоке первые два года, а потом уже вторые два года они специализируются на своей узкой теме, которая им интересна. И получается, что все два года они учатся вместе и с теми, кто поступил с ними, и с теми, кто поступил на следующий год. И вот эти 3,5 тысячи человек, они все находятся в этом общем потоке. И вот если представить себе, каждый предмет – это как книжку, факультет – как книжную полку, а университет – как целый книжный шкаф, то получится, что студенты первые два года должны взять с каждой полки по одной-две книжки. Понимаете, да? То есть попробовать разные-разные-разные курсы, не обязательно все, которые есть в университете, но из каждого факультета по несколько курсов, чтобы у них было какое-то общее впечатление о том, как преподают и о чем говорят, и как методически говорят на разных факультетах. И потом уже вторые два года они посвящают тому, чтобы углубляться именно в свою специализацию. И это приводит к тому, например, что самый популярный курс в Стэнфорде для первокурсников, на которых все записываются с удовольствием – это курс по основам программирования. То есть из 1700 человек, которые поступают, каждый год на него записывается примерно половина. То есть 800 человек сразу записывается в этот курс. И на этом курсе одновременно учатся и будущие программисты. Он очень интенсивный, очень серьезный. Но и при этом и будущие музыканты, и будущие доктора и так далее. И потом, когда я стал уже преподавать, меня тоже удивило, что на мои курсы, например, я преподавал историю русской литературы от Пушкина до Пастернака. И приходили студенты от биологов, были несколько людей из инженеров. Один был вообще аспирант факультета проектостроения, которому было интересно все, что связано с Россией, из космоса. И связи России с космосом. И было несколько человек, которые были в олимпийской команде США по разным направлениям по спорту. И когда я их спросил однажды, почему вы так часто уезжаете на тренировки, все ли у вас там хотя бы хорошо получается, оказалось, что они уже золотые медалисты, на идеальный последний литр. Было удивительно, что вот в одном классе такая разношерстная команда, которая при этом как-то очень хорошо и организованно вместе работает. Делается такая система для того, чтобы студенты могли в первые два года лучше сориентироваться, что вообще существует в университете. И это им очень помогает определиться с тем, что они хотят в дальнейшем изучать. Даже если они приходят и знают, что они хотят делать, вот эти два года очень важны в том, чтобы подтвердить то, что они уже знают, или как-то скорректировать. Да, ну я скажу просто в двух словах, вот как это связано в дальнейшем с Крениевой долиной. Очень, на самом деле, напрямую, потому что вот этот вот навык видеть разные специальности, казалось бы, совершенно друг с другом не связаны, но иметь опыт в разных дисциплинах, он очень помогает впоследствии в таком нестандартном мышлении, в смысле комбинирования разных областей. И, ну, как вы знаете, Силиконовая долина, которая выросла вокруг Стэнфорда, она вся построена на каких-то инновационных подходах. А что такое инновация? Это, по сути, создание новых вещей, которых до этого не было еще. То есть создание чего-то, что, по сути, является комбинацией из различных областей. И это прямо очень видно даже в самой структуре Стэнфордского кампуса. Там, например, между инженерным факультетом и медицинским, построили специальный такой большой комплекс, который занимается тем, что сводит вместе инженеров и докторов, чтобы они вместе изобретали какие-то приборы или программы для того, чтобы лучше тестировать пациентов, лучше их лечить. и там изобретается огромное количество разных препаратов и аппаратов именно из-за того, что люди из разных дисциплин могут друг другу уникально так помочь. На моем факультете, который гуманитарный, был курс звезды просто по искусственному интеллекту, который получил все возможные премии. И он преподавал гуманитариям, студентам, аспирантам, как можно применять искусственный интеллект для того, чтобы создавать какие-то гуманитарные проекты, развивающие образовательные проекты в гуманитарных направлениях. И то, какие возможности вообще это открывает, знакомство с технологиями для гуманитариев, это просто потрясающе. И я скажу еще два слова о том, почему мне вот эта вся система оказалась очень близка в Стэнфорде. Дело в том, что я первые 8 классов в России учился в совершенно ужасной школе. Я родился и вырос в городе Нижний Тагил. И это такой город металлургов, где есть только один вуз педагогический. В общем, и мой район был тоже очень такой рабочий. Из всего класса было только два родителя, у которых было высшее образование. Это были моя мама и папа. Как это ни странно звучит, образование в этой школе было совсем не приоритетом. Я помню, что я за первые 8 классов на уроках английского выучил фразу «I'm on duty today». И все. И я чувствовал себя в этой школе полным изгоем. Мне казалось, что во мне что-то вообще неправильно, потому что, когда мои одноклассники видели, что меня интересует литература, меня интересует биология, меня интересует химия, меня интересует география, они смотрели на меня просто как на марсианина. И вообще не понимали, как можно не интересоваться вот самым вообще самым важным в жизни, это выживание волчьей стаи. Почему я не работаю над этими навыками? А почему-то не почитаю там читать книги или заниматься какими-то проектами. И так длилось очень долго. Я чувствовал, что во мне что-то не так. Пока в 8 классе в этот город мы не приехали рекрутеры и не предложили поступать тем, кто хочет в школу для одаренных детей в Екатеринбурге, которая была только-только тогда основана при Уральском университете. И каким-то чудом я прошел 4 этапа конкурса и смог в эту школу поступить. И когда я туда пришел, то первое, что меня потрясло, это не то, что там действительно классные преподаватели, которые относились к нам с уважением, рассказывали какие-то очень интересные, неординарные вещи, а что меня потрясло, это те мои одноклассники, с которыми я там встретился. Они все были из всей Слевдловской области, из совершенно разных городов, из моего там было всего пара человек, но они все были как я. Они все были какими-то очень интересными, они все были чем-то очень увлечены, и хотя не обязательно моей специальностью, но с ними было интересно просто общаться. хотя они были и биологи, и химики, и физики, и математики. Я был сам в экономическом классе. И меня потрясло, что вот с людьми своего района, своего города я не находил общего языка, я чувствовал себя не на месте. И вдруг, приехав вот в эту школу в Екатеринбург, я почувствовал себя прямо там, где нужно. И потом, когда я приехал в Стэнфорд, я вдруг узнал вот эту ситуацию, когда ты собираешься с людьми, с которыми ты вроде бы не имеешь ничего общего, но при этом тебе безумно интересно с ними общаться, и ты понимаешь, что у вас есть что-то очень близкое, несмотря на различия в вашей среде. Да, еще пара вещей, которые я хотел сказать про эту школу, в которой я учился в Екатеринбурге и в Красненках. Что мне еще было уникально, что мы все жили в таком небольшом общежитии при школе, и общение у нас происходило не только в классах, где мы занимались по своей специальности, было 10 параллельных классов, каждый гуманитарный, химический, физический и так далее. И мы общались в классах со своим потоком, но в общежитии потом и вообще в целом мы общались просто по интересам, а не по специализациям. И вот это вот общение за пределами класса, оно сыграло для меня совершенно невероятную роль. Я после этих всего двух лет выпустился из школы с совершенно другим уже кругозором, совершенно с другими метриками к самому себе, требованиями и ощущением того, что я буду дальше делать, чем у меня были до этого. Хотя это совершенно не шло от учителей, это шло просто от моих одноклассников, от их каких-то амбиций, устремлений. И это очень сильно повлияло, мне кажется, больше всего. Это и было то, почему я потом вообще попал в Стэнфорд, мне кажется, в аспирантуру. Вот, и в Стэнфорде точно так же. Студенты, они все учатся вместе, они живут вместе, и вообще запрещено жить не кампусы первый год, для того именно, чтобы они все общались и друг друга напитывали чем-то новым и интересным. И мне кажется, что летние школы – это как раз такая уникальная возможность для того, чтобы попробовать какие-то вещи, с которыми человек обычно не сталкивается, да, вообще попасть в какой-то совершенно другой круг, где будет и академическая там составляющая, или какая-то тематическая углубленная составляющая, и при этом будет общение со сверстниками из совершенно разных областей. Вот. Иногда меня спрашивают, поскольку я больше 10 лет провел в Стэнфорде, я сначала включаюсь, потом преподаваю, вообще как туда поступить, и что нужно сделать, чтобы готовиться к поступлению. И я всегда говорю, что для этого в первую очередь нужно, ну, конечно же, нужно иметь что-то, в чем вы очень сильны, да, и какая-то основная вот такая специализация, в которой вы не просто хороши, а как бы превосходите всех, ну, потому что Стэнфор это все-таки какой-то топ-вуз, который берет именно какие-то исключительные случаи. Но при этом очень важно иметь широкий круг интересов и широкий опыт как бы в разных областях жизни. То есть, что человек не всю жизнь живет там вот в каком-то маленьком таком изолированном, может быть, хорошем круге, но имеет опыт жизни в разных местах. И вот это вот очень-очень важно, чтобы было и то, и другое. Вот, ну, да, и мне кажется, вот если бы я для своего ребенка выбирал какую-то летнюю школу, я сейчас ни за какую там из них не агитирую конкретно, вот, это зависит от ваших интересов и желаний и так далее. Но вот если бы я выбирал, я бы выбрал как раз такое место, где в первую очередь можно заниматься тем, что очень нравится, и то, что очень интересует, и то, что хочется прямо глубоко развивать. Но и плюс, где есть возможность познакомиться с какими-то другими разными вещами у тех, кто рядом с тобой, и научиться у них тоже чем-то. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.